Бывший президент Грузии, а теперь международный авантюрист, который не может слезть с наркотика под названием «власть», Михуил Саакашвили, посажен в грузинскую тюрьму. В том, что Саакашвили сидит на киче, нет ничьей вины, кроме его собственной. Его никто туда не звал и тем более не похищал. В тюрьму он попал по своей инициативе, возомнив себя дебилистским Че, и пробрался в Грузию самостоятельно, за что тут же был оприходован и посажен. Но вот в чем беда. По вине недопрезидента Зеленского Саакашвили числится в гражданах Украины. Бенина подстилка, лишь бы насолить Порошенко, вернула накокаиненному Карлсону украинское гражданство, даже после противоправных действий, которые этот товарищ совершил, включая прорыв границы. Теперь, благодаря ЗЕ, Украина получила еще одну патовую дипломатическую ситуацию, когда с одной стороны Грузия абсолютно дружественная страна, а с другой в ее тюрьме сидит якобы гражданин Украины. Ситуация абсурдная, но, несмотря на это, требует реакции с двух сторон. Грузия дала понять, что Саакашвили не международный пленник по политическим мотивам и будет отвечать по грузинским законам, как гражданин и бывший президент. Украина также могла бы отреагировать адекватно, если бы у нее в президентах не сидело ЭТО. Вот и получилось Шепито а-ля ЗЕ. К заключенному Саакашвили отправили ходоков. При этом выбрали не дипломатов, а случайных типа журналистов во главе с Гордоном, его женой и еще какими-то непонятными товарищами. Чья это инициатива, оппы или Гордон сам пытается корчить из себя дипломата, непонятно. На передачке повез и попытался преподнести это как реакцию Украины на арест своего гражданина. Грузия встретила делегацию Гордонов без пиетета и не пустила в страну. Реакция предсказуемая и в некотором смысле даже положительная, с позиции, что государство имеет право защищать свою правоохранительную и судовую системы от политического давления. Напомним, что как раз давлением на госорганы занимался Саакашвили в Украине в каденцию Порошенко, за что и был выдворен из страны. Это, кстати, была вполне нормальная реакция на действия данного персонажа. Грузия поступила симметрично, а она не обязана способствовать любителям спекуляции на борьбе за права фейкового политзаключенного, когда тот просто должен отбыть наказание за криминальные преступления, а не за преследование по политическим мотивам. Грузия сделала одолжение Украине, не допустив усиления напряжения в этом деле Саакашвили. Грузия показала адекватность своей реакцией по защите собственных интересов. Власть Шмаркли показывает бесхребетность и неспособность решать вопросы дипломатией. Странно, что право представлять Украину в этом конфликте досталось Гордону, которого даже в привокзальный сортир нельзя допускать. Субтитры создавал DimaTorzok